Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Июнь и июль это как раз тот период, когда нас огурцы радуют большим урожаем. Сначала мы едим их свежими, потом уже, когда они немножко приедают, начинаем придумывать, изобретать какие-то блюда. И, конечно, самая распространенная вот такая закуска или, как сказать, приготовление из огурцов, это малосольные огурцы. Я делаю быстрый рецепт, как я уже говорила, люблю, когда все быстро, все просто. И сейчас я поделюсь с вами своим рецептом, но сразу скажу, что каждый должен его доделывать под свой вкус. Вот тот рецепт, который я дам вам, ту дозировку, она долго не хранится, именно только в свежем виде, только сутки или двое, так как там маленький процент соли, если оставить и без холодильника дня на два, они могут прокиснуть. Я беру на двухлитровую банку литр воды, растворяю там столовую ложку соли, укладываю огурцы. Огурцы для малосольных, конечно, берем вот такие поменьше, большие потом пойдут на заготовки на зиму. Я их мою, обрезаю с обоих сторон, и для того, чтобы рецепт подействовал очень быстро, я делаю в них дырочки. Вот так вот продырявливаю, тогда рассол поступает очень быстро. Укладываю в банку, и вот этот, когда растворяю соль в воде, воду беру горячую. В горячей воде растворяю столовую ложку соли, заливаю туда все, туда же накладываю укропа, чеснока погуще. Мы любим чеснок, вот видите, там огурцов уже нет, а чеснок там плавает. Все, я вот сделала, делала, когда консервировала вот эти огурцы, вы, наверное, видели, на заднем плане стояли вот эти банки, такие немножко мутные. Я сделала утром, вечером пришел муж с работы, уже готово, все. И он в первый же день, именно, когда они свежие, когда они еще хрустящие, он их съедает, ну вот полбанки сразу съел, остальное там помогли ему. Ну, рецепт этот чудесен тем, что не нужно ждать ни сутки, ни двое суток, ни трое. Вот эти дырочки в огурцах и горячий рассол делают свое дело. За два, за три часа рассол проникает туда, соль. Но вот этот состав, который столовая ложка соли на литр воды и на двухлитровую банку, они будут почти свежие. Они будут чуть-чуть-чуть, вот мало заметно соленые. Это вот именно натуральные, малосоленые, малосольные вот эти огурчики, которые, когда ешь, и ты не поймешь, то ли он еще свежий, то ли он уже немножко засоленый. Это натуральное, да, это даже солониной не считается. Если кто-то любит больше соли, положите полторы столовые ложки, все. И если вот это у нас консервация, вот стоят банками, сейчас приготовила я спускать, это будем спускать, это уже не свежие огурцы, это уже солонина, то вот эти огурцы, вот прям хрустящие объедение. Но ясно, что если вы будете их кушать через три часа после приготовления, они не успеют, ну как, сделаться такими солеными, как в таком, в привычном понимании для нас. Все, вот это малосольные огурчики, запах чеснока, запах укропа, откроешь, ммм, объедение. Забыла продегустировать. Вот я сейчас вытащила, идет уже второй день, вот смотрите. Он прям хрустит. Чесноком пропитался, укропом запах пропитался, но он почти не соленый, малосольный. Натурально малосольный огурец. Хочу добавить, сейчас, если я говорила, что для консервирования вот такого на зиму я зазулю почти не применяю, то для малосольных зазулю прекрасный вариант. Если не дожидаться, когда он вырастет сильно огромный, а вот такой вот, видите, он как раз в двухлитровую банку, 5-6 штук вставляете, заливаете, через 3-4 часа прекрасные, ароматные, малосольные огурцы с картошечкой, с лапшой, с любой кашей, и просто так взять, похрустеть, делайте. Нужно использовать лето, нужно все, что нарастает, все-все-все применить. Вот из этих огромных, которые я перерастила, я сейчас буду делать еще огурцы по-корейски. Субтитры сделал DimaTorzok